Баня эта штука архетипическая. Жизнь всюду выстроена по ее образу и подобию, любой народ себя с нею соотносит и словно бы всегда подлине ее воображаемой стоит. Я баню и перечислять описывать не буду. Сами вполне припомните. Турецкую, финскую, русскую, римскую, да какую ни возьмите, они словно бы вытяжка и дистиллят национальной души. Это скучное отступление нужно только для того, чтобы объяснить, зачем я в тибетскую баню поперся и для чего позволил себе там видеоэксгибиционизм. Это был почти научный опыт, как и привить себе оспу или холеру. Только что я вакцинировался гималайщиной и пытался перекреститься в горцы. Исконность и лапотность помывочного объекта, который я посетил, очевидна. Эта баня располагалась на склоне Гималаев в 20 километрах от города Паро, а тот в свою очередь находится в королевстве Бутан. Туда, как я уже не раз говорил, пускают после тысячекратной проверки, после просеивания сквозь гэбийские сито, или как там соответствующее его королевского величества контора называется, и где ты каждый миг находишься под присмотром двух пар глаз, которые, точно знаю, обеспечены двумя наборами чистых рук и парой холодных сердец. В сельский дом нас привезли они же. Наши тур, безо всякого сомнения, агенты. Вокруг тьма гималайская. Она почти как египетская, только лучшая. Непроглядная, плотная и патентованная. Хоть режь ее порционно, развешивай и в супермаркетах продавай. Пара лампочек-сороковаток на весь банный и жилой элизиум. За стеной то ли мычат, то ли стинают, то ли яки, то ли йети. Я бы уверенно предположил последних. Гималайе место скудное. Тут и деревенскому жителю прокормиться только в проголодь. А якоб гоняет куда-то на далекие пастбища. Снежный же человек заботы не требует. Сам жратву добывает и потому к крестьянскому хозяйству льнет. В княжестве Ломонтанг к бигфуту вообще относятся как к собаке, которая мастью удивит, экстерьером. А что в принципе существует, так это само собой. Это богоданность. Мы гости платные, потому нам стелют самобранку. Латаную на неметенном полу. Но будь она на столе, стол бы ломился. А здесь к мебели, да еще деревянной, относятся бережно. Лишний раз на прочность не испытывают. Из еды меня больше всего заинтересовало питье. И что я установил, люд посполитый? Пити, это оказывается еще и у древних ариев было такое веселье. Называется бутанская алкоголь, содержащая бурда, арак. Как у турок, индонезийцев и прочих народов, что подцепили это название у отцов всякой там Рамакришны и Махабхараты. По совести говоря, современное человечество явно ушло далеко вперед. Гималайский арак, который близок к праотеческому, пить никак нельзя. Севуха, да еще 20-ти градусная. Я такой даже во времена археологической своей юности не пивал, ибо брезговал. А был я об ту пору весьма небрезглив. С пищей плотской и недуховной в бутане будет получше. Картошка с сыром и перцем, всего в равных пропорциях, судя по ожогам ротовой полости. Хотя не поручусь, картошку да сыр, может, и вообще положить забыли. Какие-то крупные овощи, кабачок или тыква. Они протушены до слизеобразности, и это единственная особенность их вкуса. По совести говоря, такое предлагают только непрошенным гостям. Хотя допускаю в бутане просто иные стандарты гостеприимства. В конце концов, ровно то же самое сервировалось высшим силам. Хозяйка аккуратно нагрузила по ложечке своих тошнотных яств в посудины, что стояли на алтаре. Я мало что смыслю в буддизме. Кому там предлагается все это есть в отсутствии персонифицированного бога, который обладал бы желудком, кишками, афедроном, чтобы от этой стрипни поживее избавиться. Если предлагается высшим силам идея еды, то тут, конечно, можно обойтись и без кулинарных изысков. Подозреваю, что все обстоит именно так. На алтаре стоял из полинских размеров каменный член. Ведь хозяйка не просто его высшим силам показывала, правда? Это было, надо полагать, только материальное воплощение идеи плодородия. Хотя, как по мне, весомость, грубость, зримость этого члена, как его ни толкуй, все равно оскорбит адресата послания. Но это все из-за непреодолимой культурной пропасти. Хозяйке каменный фалос наверняка казался уютным и милым, иначе бы не держала она его на видном месте. Севуху предлагали закусывать от пуза рисовыми хлопьями, чтобы гости не увлекались, фуд не издобрили ничем, не подкрасили никаким посторонним вкусом. Некоторая скудость гималайских разносолов искупается гостеприимством хозяев. Вот, к примеру, нас почуют рисом, сахаром. Честно говоря, он так и не был доведен до готовности, очень сух и тверд. Кроме того, нам предложена измельченная кукуруза, но в ней нет ни сахара, никаких добавок, просто превращенная в такие мелкие лепестки кукуруза. Все это полагается запивать масляным чаем, по всей видимости, бульон, в который кто-то опустил пакетик чая. Довольно специфическое блюдо. Птичка Божия этому порадовалась бы, включая, может быть, и чижика на фонтанке. Представителю алкоцивилизации, которая с арийских времен шагнула далеко вперед, хлопьев было мало. Абертоны и послевкусие арака не риса требовали, пришлось занюхивать запястье. Баня наступила потом. Можно даже гуще попасть.